Кузница будущих специалистов разных отраслей, олимпийских чемпионов и просто достойных граждан своей страны. Председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий впервые побывал в Международной академической школе Одесса после того, как образовательный комплекс начал свою работу. Надежную систему безопасности обеспечивают более 240 камер видеонаблюдения. Просторные светлые классы, оборудованные интерактивными дисплеями смарт-борд 87 дюймов диагональ. По последнему слову науки и техники. Уютное школьное кафе. Объект, который опередил время. В школе будущего два бассейна – олимпийского образца и малый бассейн для детей младшего возраста. Программа президента Украины Владимира Зеленского выполнена даже с запасом. Плавание и шахматы являются обязательными дисциплинами с первого класса. Именно в этом месте, где мы построили храм, оказалась семейная церковь Морозли. Вот традиции меценатов продолжаются. А вот крытый спортивный комплекс на четвертом этаже для Сергея Гриневецкого – место очень даже знакомое. Здесь нынешний губернатор Одесской области был еще на этапе строительства. Был не просто так, а вносил коррективы в расположение и обустройство бытовых помещений спорткомплекса. Сегодня зал может принимать чемпионаты высокого уровня по мини-футболу, волейболу, гандболу, баскетболу, гимнастике, боксу, различным видам единоборств. А начиналось все с дельного профессионального совета опытного спортсмена, благодаря которому были внесены изменения в планировку спортивного комплекса. Те раздевалки, которые выходили в спортивный зал, мы после посещения Сергея Гриневецкого в наш спортивный комплекс, это было три года назад, мы переделали спортивный зал. Мы сделали так, как предусмотрено ГОСТами, как предусмотрено тем требованиям, которые сегодня предъявляются для проведения европейских разных соревнований. И мы сделали, и он не безразличен, и он пришел сегодня сюда, к нам на площадку, искренне радовался, что в Одессе сегодня появился такой спортивный комплекс. Я відверто могу сказать, что это один из самых лучших спортивных комплексов на певне Украины. Он полностью готовен для принятия европейских соревнований. Я уверен, что ближчим временем будет получена европейская сертификация. И я считаю, что те технические условия, которые мы обговорили еще два года назад, были выполнены на высшем технологичном уровне. Передачено и освещение, соответственно, европейского стандарта, и кондиционирование воздуха, контроль за влогистью, работа всех санитарных комнат, комнат для тренеров, для судей. Тобто весь комплекс вопросов вирішено, и очень качественно выполнены строительные работы. Открым спасибо и Сергею Васильевичу Кивалову, и окрым спасибо Леониду Яковичу Кричкову, который безусловно керувал строительными работами. Все, действительно, не только меценатская работа с боку керевництва Национального университета юридической академии, а это еще, ну, переконанный Сергею Васильевич, как почесный гражданин города Одессы и Одесская область, как керевник установки, определяет много внимания самому физическому и духовному развитию молодости. Это уже система, потому что мы имеем несколько таких майданчиков, где юридическая академия проводит и международные победы, и победы на уровне республиканских. Тут самое главное, что в этом есть последовательность. И я уверен, что осуществление материальной базы, это как раз и есть таким магнитом для высшего навчального заклада. Сегодня, как мне, доповедали 4 тысячи студентов поступков. Это один из самых лучших показателей на певне Украины. Отдельно руководитель Одесской областной государственной администрации выделил учебный процесс, который организован в школе будущего, которого, впрочем, не может быть не только без образовательных технологий, но и без квалифицированного кадрового состава. Прикладное школьное образование на разных языках – английский, немецкий, французский, испанский, а также китайский и японский – преподают носители языка. Передовые технологии использованы для обеспечения безопасности учеников и персонала учебного заведения. Кроме поста охраны, у каждого ученика и сотрудника школы есть специальные карты, которые прикладываются к считывающему устройству на входе в учебный корпус. Родителям при этом сразу приходит уведомление, что ребенок пришел в школу или покинул ее. 21 век здесь наступил в самых наглядных проявлениях. При школе построены два храма – Сергея Радонежского и Иоанна Богослова, где детям прививают духовные ценности. При желании школьники могут посещать факультативы и изучать историю религии, а также христианскую этику. К слову, в Министерстве образования и науки Украины уже предлагают ввести в школах уроки по морали – основы христианской этики, библейская история и христианская этика. И вот сегодня губернатор Сергей Рафаилович Гринемецкий сказал, вот это будущее, такие должны быть школы, построенные в Одессе, и не только в Одессе, и в других городах. В Киеве, если что-то построили, вся страна знает. И они говорят, что лучшее строится в Киеве. Я теперь уверен, что будут говорить, что лучшие школы, лучшие университеты строятся именно в Одессе. И очень важно, что мы не использовали денежные средства ни с городского бюджета, ни с областного бюджета, ни с государственного бюджета. Нашли тех, кто неравнодушен к образованию, к развитию спорта. И вот мы, объединив команду, построили именно то, что вы сегодня видите. Я горжусь этим проектом и думаю, что еще в Одессе появится не один такой проект, которым все одесситы будут гордиться. Также в ходе визита губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, который неравнодушен к спорту и в свободное от основной деятельности время играет в сборные Украины по гандболу среди ветеранов, открыл вместе с президентом Международной академической школы Одесса, почетным гражданином города Одесса Сергеем Киваловым, многофункциональный спортивный комплекс. К слову, секция гандбола, как и других командных видов спорта, также будет проводить свои занятия на современной арене. Аплодисменты. Я хочу висловить щиро подяку Сергею Васильевичу Кивалову, всему коллективу Международной школы, Академической школы Одессы, которая действительно сегодня является сердцем нашей страны, не только по материально-техническому обеспечению, а и по качеству выкладания предметов. Тут подібрали действительно серьезный профессиональный педагогический коллектив. Переконаны, что создание таких современных спортивных майданчиков – это будущее. Мойбутнє нашей страны и нашей молодости, потому что именно молодцы – это те, кто будет брать ответственность на себя. Я хотел бы действительно поддерживать эту тезу, что сегодня президент Зеленский активизировал великое строительство в целом в стране. И мова идет не только про школы, детские садочки, стадьоны, спортивные споруды, мова идет и про строительство инфраструктуры, велика реставрация. Но я вам хочу сказать, что только в этом году в Одессе будет освоено больше 2 млрд грн. на строительство современных новых дорог. И это та экономика, которая даст возможность создания дополнительных рабочих мест, наполнения бюджетом, чтобы мы в каждой школе создали как взярец в Международной академической школе Одессы. Я хочу поблагодарить всем присутствием тут, коллегам, спортсменам, за то, что они с утра до вечера занимаются с молодостью. Я знаю, что такое тренерская работа, я знаю, насколько это ответственно. И я хочу поблагодарить вам, батьки, за то, что вы доверяете нашим педагогам, нашим тренерам. Потому что именно они выховывают мид, духовность и зрелость нашей молодости. Условия, которые созданы для учеников школы будущего, образцовы. Именно так должны выглядеть общеобразовательные учебные учреждения по всей стране, убежден председатель Одесской областной государственной администрации. И современная эффективная спортивная инфраструктура – одна из лучших не только в регионе, но и в стране. Важнейший фактор для воспитания талантливых и успешных личностей. Я уверен, что именно такие примеры будут давать импульс и для других меценатов. Потому что это действительно в зерец и пример того, как нужно развивать материальную базу, как нужно привести молодь к физическому и духовному образованию. Больше того, скажу, очень интересная технологическая конструкция, которая позволяет работать в любом сезоне и даже в вечеринке. Нам нужно действительно создать такие условия, чтобы Украина и Одесса продолжали традиции олимпийцев. Олимпийские традиции. Дуже хотелось бы, чтобы на каждой олимпиаде мы имели и золотые медали. Потому что тогда эти люди создавали школу, соответственно, школу по направлению. Мы же помнимо школу Якова Железняка, школу Юлії Рябчинской, школу Миколи Авилова, школу Віктора Петренка. Ну, всех не перелечишь, але, як для мене, то саме створення материально-техничной базы дає підгрунтя для розвитку спорту, олимпийских видів спорту і просування іміджу держави на світовій мапі. Отмечу, що глава Одесской областної государственной администрації Сергій Гриневецкий присоединился к компанії высоких гостей, которые ранее по достоинству оценили учебное заведение. За непродолжительный срок своей работы Международная академическая школа Одесса уже получила признание со стороны Министерства образования и науки Украины, а также профильной парламентской комиссии. Гостями учреждения успели побывать министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт, заместитель министра по вопросам школьного и дошкольного образования Вера Рогова, глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, а также руководитель консультативного совета по вопросам развития школьного образования при президенте Украины Сергей Калибошин. Работа по воспитанию грамотного, обученного секретом жизни здорового поколения продолжается.